доброго дня и отличного настроения предлагаю вам мастер-класс по изготовлению цветов купальница из атласных лент очень я люблю такие цветы они у меня растут в саду когда-то я выкопала кустик из оврага посадил себя в саду кому интересно оставайтесь со мной приятного всем просмотра сначала делаем лепестки на один цветок нам понадобится маленьких лепестков вот с таким размером 2 с половиной на 3 10 штук средние лепесточки размером 4 на 3 4 штуки и большие лепестки размером 4 на 4 с половиной пять штук ленту я беру шириной 5 сантиметров вот для этих маленьких лепесточек можно взять ленту шириной 2 с половиной сантиметра но у меня такое не было такого же цвета и поэтому я вырезал такие лепестки тоже из широкой ленточки шириной 5 сантиметров я покажу как вырезать лепесток я взяла большой писток размером 4 на 4 с половиной вырезается так внизу немножечко вот так вот уголочек отрезаем здесь срезаем сбоку сверху немножечко так уголочек закругляем отрезаем из этой сторонке также сначала уголок затем вот так вниз и немножко наискосок такой вот лепесточек теперь обрабатываем его зажигалкой так теперь немножко надо его загнуть вниз такую форму у нас принял теперь здесь делаем складочку такую небольшую складочку пинцетиком зажимаем и зажигалочки прижигаем такой листочек у нас получился теперь надо вырезать листочки и листочки я тоже вырезала из ленты шириной 5 сантиметров хотя вот эти маленькие тоже можно ленточку брать шириной 2 с половиной так вот это и вот я вырезала их просто сама нарисовала вот допустим вот так вот примерно сама нарисовала вот всегда листочек такой сделал такой трафаретик не обязательно так все точно делать листочки все разные бывают вот маленьких листочков понадобится на один цветок на 4 листочка длина листочка 5 сантиметров вот этого вот это средние листочки их тоже понадобится 4 штуки длина их пять с половиной и большие листочки их 5 штук надо на один цветочек и вот длина 9 сантиметров можно сделать не 5 допустим а 4 здесь тоже можно сделать поменьше не 4 допустим а 3 хотя вот в идеале как вот на самом цветочки вот так здесь по 4 а здесь этот большие листочки 5 нарисуйте примерно вот такой листочек вот я тоже покажу на большом как я делала вырезала 9 сантиметров у меня вот высота длина листочек складываю пополам чтобы легче было вырезать я сначала зажигалочка пройду посерединке кто хочет может вот так вырезать если у кого есть паяльник то можно с помощью паяльника очень даже хорошо вырезать он сразу и вырезает и обжигает листочек у меня нет такого паяльник поэтому я вот таким способом буду пользоваться так складываю значит пополам вот так и прохожу немножечко зажигалка чтобы удобно было потом это все вырезать потому что я буду пола половинку складывать не сразу весь листочек вот так я его сложил трафаретик можно так на глаз вырезать кто как может так ножницы так я значит прикладываю буду вот просто по трафарету вырезать не очень можно то точно как получится можете даже без трафарета если сможете так так примерно вырезаем так и так и так и и и так все я вырезала так примерно получается теперь это нужно все зажигалочкой обработать очень аккуратно тоже как получится хорошо вот паяльничком конечно очень удобно так вот приходится всяко разворачивать на все стороны крутить листочек теперь эту сторону вот так вот такой листочек получился теперь надо сделать серединку для серединки я беру вот такого цвета желтенького посветление немножко чем сам цветок ленточку шириной два с половиной сантиметра так длина 30 сантиметров отрезаю кромочку может побольше не самый край так если вы будете делать бутончик не совсем раскрывшийся цветочек то для серединки можно взять ленту поменьше шириной сантиметровую теперь мы просто вот можно иголочку взять снимаем вот эти вот волокна так и вот вытаскиваем примерно половинку половинка остается у нас теперь краешки обрабатываем сжигалкой теперь берем проволоку такую флористическую у меня размер ее этой проволоки 0 95 миллиметров длина 40 я беру всю длину можно конечно поменьше это проволок взять длиной смотрите как вам хочется какая вазочка у вас будет так теперь надо петельку сверху загнуть небольшую петельку сделать вот так к теперь будем приклеивать серединку так вот носим клей где у нас вот эта петелька приклеиваем будем заворачивать вот так закручивать так уносим так же клей так далее до конца такая серединка теперь здесь немножко можно подровнять зажигалкой можно немножко пройтись вот такая на серединочка теперь будем приклеивать к ней лепесточки первый ряд у нас будет пять маленьких песточков наносим клей и изнаночку у нас краешек и начинаем приклеивать примерно вот так не до самого краешка теперь берем следующий лепесточек наносим клей следующий лепесток будем немножко заходя на этот так вот заклею приклеивать следующий лепесток следующий лепесток так же четвертый пятый вот первый ряд мы сделали второй ряд тоже маленькие 5 лепесточков клеим там где вот мы закончили лепесточек последний у нас также на половинку заходим на другой лепесток низу на таком же расстоянии вот так же здесь так далее второй ряд сделали третий ряд у нас средние лепесточки их у нас 4 начинаем приклеивать этот ряд так чтобы покрыть всю вот эту у нас серединка где вот краешек ты будем покрывать так же заходя на этот лепесток так 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 и остался один последний так если вы будете делать бутончик то вот на этом можно закончить мы будем продолжать делать последний ряд у нас идут пять больших лепестков эти лепестки мы приклеиваем к самой проволоки еще ниже спускаемся также заходя друг на друга можно 4 лепесточка сделать последний ряд можно 5 можно 5 вот я закончила такой раскрывшийся у купальницы вот здесь никаких чашелистиков нет зелененьких она вот так выглядит теперь мы будем приклеивать сразу листочки приклеиваем сначала маленькие капаем клей не очень высоко там листочков нет у купальницы вот так примерно у купальницы вот так примерно рядом следующий до вот так вот так и теперь средние листочки приклеиваем пониже можно сбрызнуть лаком для волос чтобы листочки форму держали были жесткие теперь берем проволоку примерно у меня вот такая 0 3 миллиметра можно 0 4 или даже 0 5 отрезаем 20 сантиметров приклеиваем к большому листочку наносим клей вот так на серединку прикладываем полочку вот так нажимаем так приклеиваем все пять лепестков больших листочков больших и начинаем их собирать так просто вставляем один другому ножку закручиваем следующий подставляем также закручиваем следующий четвертый также закручиваем и пятый расправляем также можно сбрызнуть лаком чтобы держал форму теперь цветочек надо обмотать тейп-лентой я обматываю снизу не до самого конца потому что меня буду вазе стоять не самого вернее начало вот так примерно вставляю кто матовый так похожу да вот этот листочек до средних листочков поворачиваем немножко закрепляю и вниз закручиваю теперь здесь также заматываю немножко замутаем подвигаем теперь сюда заматываю вверх выхожу до этого листочка также разворачиваю иду вниз немножко здесь закрепляем также я заматываю сверху до цветочка переворачиваем закрепляем здесь побольше у самого цветочка и вниз здесь обрываем все замотали так вот я сделала 7 цветочков даже можно вот так сделать видите вместе вот так вот скрутить не распустившийся такой цветочек вот еще тоже такой не очень распусти и распустившийся так вот все цветочки больших вот веточек такие с большими листочками я сделала 4 обмотала тоже тейп лентой здесь эти листочки так вот здесь вот я даже сделала 4 1 у меня веточка листочка 1 веточка 3 листочка остальные 2 по 5 теперь будем собирать весь букетик сначала все цветы вот я собираю вместе и тейп лентой просто обматываю вот где вот листочки вот эти средние у нас кончаются вот так примерно здесь заматывать замотала тоже не до конца потому что может придется загибать потому все расправим теперь будем большие листочки немножко их вот так вот отгибаем начинаем прикручивать они внизу у нас вся зелень у этих цветов внизу тоже тейп лентой начинаем приматывать примотала один беру другой рядышком подставляю тоже вот так приматываю следующий берем другой листочек третий также его и приматываем его и четвертый также приматываем букетик собрали поставили базу и и и и и и и и сегодня все всем пока подписывайтесь на мой канал пишите комментарии если вам понравилось ставьте лайки работайте всегда только с хорошим настроением и вас обязательно все получится и и и и и и и